Почему в Fallout все еще играют? Я как-то уже отвечал на этот вопрос, но мне нетрудно сделать это еще раз. Потому что комьюнити. Именно сообщество, вдохновленное стилистикой, сеттингом, историей, лором, персонажами и антуражем, до сих пор делает что-то, что всем своим видом напоминает ту серию, которую любят миллионы. Сегодня в рамках плейлиста проекты в разработке мы поговорим не про очередной закрывшийся или проснувшийся спустя 5 лет после анонса Долгострой, и не про вбросы к E3 2018 году. В кое-то веки сегодня мы поговорим с вами не про игру вовсе. Аж непривычно стало. Сегодня мы с вами будем говорить про настоящую силовую броню из Fallout. Почему это видео актуально в рамках моего канала? Все очень просто. До Великой войны США в связи с нехваткой ресурсов и для проведения боевых действий была вынуждена создать нечто такое, что дало бы значительный перевес в их сторону в войне, которая вот-вот начнется. До Киберкона, мероприятия в моем городе, которое подразумевает из себя сходняк всех гигаголовых, канал Over9K5000 был вынужден найти нечто такое, чтобы значительно изменило обличие, скрыв хитрое лицо автора. Что в первом, что во втором случае, были приняты идентичные решения. Было решено создать, а во втором случае заказать, мобильный комплект брони, который давал бы солдату, а каблогеру по Fallout'у, высокую степень защиты от дизреспекта. DK Craft. Команда энтузиастов, возложившая на свои плечи создание собственной атрибутики по мотивам нашей любимой серии, и не только. Их цель – дать покупателю дорогостоящее оборудование, за которое не стыдно будет вычесть из вашего жалования. Абсолютно все примеры в видеоряде – это ручная работа, которая всем своим видом и качеством спокойно может конкурировать с 3D-печатью. Именно за счет ручной работы изделия на выходе получают гораздо меньшую стоимость, нежели чем объекты, напечатанные в 3D. Конструкторы из DK Craft тщательно подходят к каждому этапу производства изделия, тем самым повышают качество сборки и презентабельность продукта. Специально для моего канала был отснят небольшой материал с полей разработки, дабы зритель в вашем лице мог увидеть в мельчайших деталях процесс изготовления изделия и прозрачность этого процесса. На зашпаклеванную и покрашенную мастер-модель, изготовленную из кусков ПВХ, наносится пластилин для выравнивания фактуры, тем самым придавая правильную форму шлему. Мокрыми руками сглаживается пластилин для того, чтобы добиться ровной поверхности. Предварительно смазанный подсолнечным маслом каркас обкладывается тонким слоем бумаги. На первый слой бумаги наносится раствор ПВА с водой в соотношении 50 на 50 и наносится новый 5 или 6 слоев бумаги. После этого точно такие же манипуляции проводятся с газетами, чтобы уплотнить конструкцию. 15 или 20 слоев. После этого всего шлем разрезается на 4 части и извлекается из пластилиновой мастер-модели. Склеивается как можно точнее и по всем швам наносится по 3 слоя газет с ПВА-клеем снаружи и внутри. Далее идет взаимодействие с эпоксидной смолой, при работе с которой нужно учитывать технику безопасности. Учитывайте это при работе со смолами. 3 слоя снаружи и 2 вкупе со стекловолокном внутри, для придания большей жесткости. В результате на работу со смолами уходит в районе 5 суток, ибо каждый слой полимеризируется в течение всего дня. Получившееся изделие тщательно шпаклюется для получения нужного результата и затем грунтуется для проявления проблемных мест. Проводится работа с гровером для проявления нужных линий на изделии. После выявления тех самых проблемных мест шпаклюется повторно для получения идеального результата и грунтуется еще раз перед процессом покрашивания. Окрашивается в черную матовую эмаль двумя слоями. Далее с помощью техники сухой кисти серебряной акриловой краской шлем окрашивается для имитации металла. После этого идет работа с глазами и линзами. Для того, чтобы понять какой формы нужна линза, под глаза шлема подкладывается бумага и вырисовывается их форма. Рисунок переносится на лист PET пластика и оргстекла. Все это дело греется, вырезается и изгибается, прикладывается к модели и создается окончательная форма. Грани линз обрабатываются напильником и наждачкой, и затем на них приклеивается резиновая подкладка. Готовые линзы подкрашиваются желтым цапон-лаком двумя-тремя слоями для получения нужного результата. После установки светодиодной подсветки в глаза крепятся линзы. Первая пара снаружи, вторая изнутри. Все это нужно для минимизирования запотевания и для правильного рассеивания света. Теперь, когда основа шлема готова, изготавливается все навесное. Боковые фильтры и дополнительный воздушный фильтр из ПВХ пластика. Все это дело прокрашивается таким же образом, как и сам шлем, то есть грунт плюс серебрянка, и устанавливается на изделие. Теперь с внутренней стороны устанавливается кулер для комфортного дыхания в шлеме. Вся внутренняя часть прокладывается поролоном для удобства ношения. Остался заключительный этап. Это установка гофр, естественно, предварительно покрашенных. Все остальное это работа с электрикой. Конструкция устроена так, что в случае чего вы сможете самостоятельно заменить источник питания, купив его в любом хозяйственном магазине. Переключатели включения или выключения света и вентиляции также устанавливаются на внутреннюю панель изделия. Именно так максимально недетализировано выглядит производство шлема. Речь, кстати, идет не только о фоллаут-атрибутике. Авторы вольны творить в рамках вашей фантазии, желания и средств. Хотите маски из Army of Two? Пожалуйста. Можно даже страйкбольную версию сделать, предварительно проверив аналог на пробивную способность. Хотите пипбой 3000? Не вопрос, обращайтесь. Ребята обратились ко мне в связи с тем, что заинтересовавшая их атрибутика тесно пересекается с тематикой моего канала и поинтересовались за рекламу. Но вместо этого мы в итоге пришли к совершенно иному консенсусу. Согласно ему, ребята собирают шлем брони X-01 из Fallout 4, параллельно снимают его разработку и крафт и высылают мне на живой тест прогон стрим создателями и полноценный материал на YouTube, дабы вы могли быть максимально уверены, как и из чего все это состоит. Стрим с создателем шлема мы, кстати, уже провели. Он есть на канале, его смотрело достаточно приличное количество человек. Многие из них оценили эту идею, поэтому если вы хотите посмотреть полное интервью с создателями данных изделий, милости прошу в описании под видео. Там будет ссылка на нужную вам запись стрима. Казалось бы, до Великой войны еще 59 лет, но вы уже наполовину к ней готовы. Чувствую себя каким-то представителем в Alltech. Если вам нравится крафт игровой атрибутики или просто понравилось творчество команды DKCraft, смело вступайте в их сообщество ВКонтакте, ссылку на которое я оставлю в описании. Сейчас в группе автора появился пост, в котором вы сможете написать любое устройство из Fallout, и если авторам он понравится, именно его сделают на бесплатной основе и покажут как очередной пример работы команды. Все очень просто. Заходите к ребятам в паблик ВКонтакте и в закрепленном посте пишите тот вариант, который вы хотели бы видеть в качестве портфолио ребят. Так вы в очередной раз убедитесь, на что способна команда DKCraft. Ну а даже если вы и не думаете приобретать в ближайшей перспективе тот или иной став, вы все равно сможете оценить новые работы команды и посмотреть отзывы покупателей. В ближайшем будущем команда планирует создать собственный комплект силовой брони на основе вариантов, предложенных в четвертом Fallout'е, и продемонстрировать его своей аудитории. Так что вы сможете быть в лице первых, кто лицезреет работу парней. Ну а я в свою очередь буду вас держать в курсе той или иной активности со стороны ребят. Эта идеальность зайдет в плейлист проекта и разработки, и думаю мы не в первый раз покажем вам что-то интересное совместно с DKCraft. Может даже и конкурс какой организуем. Главное это ваша заинтересованность и отдача, показать которую не составит особого труда. Все что нужно сделать, это поставить большой палец вверх этому видео, подписаться на канал, не забыв жмякнуть на колокольчик, дабы быть в курсе о новинках на канале, подписаться на наши ресурсы ВКонтакте и присоединиться к моему личному дискорд каналу. Потому что там чего только нет. Боты, ранги, смайлики, комнаты для лучших друзей канала и чатики для игры с подписчиками и со мной лично. Вот недавно мы с ребятами играли в Rocket League и Borderlands 2. Хочешь с нами? Ты знаешь что делать. Вы смотрели самый информативный русскоязычный канал по Fallout. ЧСВ автор благодарит вас за просмотр и прощается. Но ненадолго, ибо планов и работы впереди очень и очень много. Так что совсем скоро услышимся, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok